заказчики идут ради своих будущих детей то суррогатные мамы идут ради своих имеющихся детей почему решили что вы можете у меня просто долгов 8 миллионов так как столько проблем ты можешь продвести свое жилье например закрыть долги а нет привязанности к ребенку но так как он там растет под моим сердцем я за него переживаю а такой привязанности как своему ребенку нет я знала что это не мой ребенок что это моя работа наш закон кстати гласит о том что суррогатная мама не имеет права найти детей на стадии даже эмбриона родителями этого ребенка является биологические родители либо заказчики он как рождается его сразу забирают биологической матери для женщины тоже сама травма для заказчицы как многие говорят что легкий способ заработать нет я всегда за девочек потому что суррогатная матрица это очень тяжелая программа она жила с емешкой и имитировала вот они к нам пришли и у них с первого раза родился мальчик с это полус генетический и я нагад надо же столько лет провела в горе и депрессии только из-за того что у нас нет этой информации и общество воспринимает суррогатных мам просто как будто женщины продают своих детей ребенок должен знать что у него что его рожала суррогатная мама я считаю что не должно скрываться мне кажется вот ваше агентство люди приходят уже в отчаянии да и вы для них вот решение последняя инстанция последняя инстанция замера я знаю что вы 11 лет занимаетесь программой суррогатного материнства вы юрист по образованию да я вот изучила закон у нас вообще суррогатное материнство казахстане берет начало в 98 году но до сих порта прошло столько лет до сих пор люди наверное не совсем понимают что такое суррогатное материнство осуждают суррогатных мам за то что они как будто бы себя в аренду до сдают и наверное не все бездетные пары понимают что они могут воспользоваться до услугой суррогатной мамы и что наш закон защищает права как суррогатной мамы так и биологических родителей вообще на сегодняшний день казахстан это одна из тех стран где процесс суррогатного материнства максимально лояльно прописан нормативных правовых актов где очень четко прописаны права и обязанности сторон учитаны все максимальные риски да конечно есть пробелы в законодательстве но в сравнении с другими странами на постсоветском пространстве наше законодательство на проработано максимально в 98 году это тогда был просто было понятие суррогатного материнства но суррогатного материнства многие не знали вам расскажу одну историю у нас приходила женщина которые еще в 15 лет у нее был разрыв яичника ей один яичник разрывало и так как там медицина была такая более агрессивная и и на цвет удалили матку и яичник да и она к нам пришла когда я уже было 32 по моему да она к нам пришла и плакала мне рассказал что она пыталась строить отношения и когда дело доходило до серьезных вступлений у брат когда нас говорил о том что вот у нее отсутствует матка и всегда все заканчивалось никто не хотел дальше строить создавать семью и так далее и как-то я сидела вот меня опять кинули ноги второй раз по-моему наговорила насколько я помню и я в отчаянии сидела и в этот момент позвонил мой одноклассник и не начал раз ну как бы пошел разговор на сегодняшний разгон не начал говорить о том что у меня всю жизнь любит так далее я как-то начала сразу как начало потому что ну что ж ты меня любишь вот у меня ничего нет я не могу потом последующим родить ее ребенка он сколько гонишь есть суррогатное материнство и она только то я хотя она в в обществе занимается не помню в какой она была профессия но суть в том что она была социализированная образу образованный человек но она не знала абсолютно то что на сколстане суррогатное материнство когда они к нам пришли и что отношения максимально это все прописано да это все отрегулировано прописано они к нам и ребенка лет пять наверное если не больше вот они к нам пришли и у них с первого раза родился мальчик с это полностью генетические и они получили несколько эмбрионов с первого раза суррогат на маму выносил вот я наград надо же столько лет провела в горе и депрессии только из-за того что у нас нет этой информации нет подачи и общество воспринимает суррогатных мам просто как будто женщины продают своих детей неправильно информат подается информация то что есть в интернете давайте вот в этом интервью объясняю потому что у нас очень лояльный закон и давайте вот мы объясним нашим зрителям что такое вообще суррогатное материнство когда суррогатной маме женщине которая подписывается да под эту программу ей подсаживают матку эмбрион где сперматозоиды мужа яйцеклетки женщины их скрестили этот эмбрион подсадили и она просто как наверное как нянечка да или там не знаю как инкубатор до кого-то грубо но грубо но вам понятно зато она вынашивает этого ребенка в течение девяти месяцев и после того как ребенок рождается наш закон кстати гласит о том что суррогатная мама не имеет права найти детей у нас согласно самое главное преимущество нашего закона в том что после заключения договора суррогатного материнства после получения медицинского заключения том что она подходит и у нас и заключается договор о переносе этого эмбриона на стадии даже эмбриона родители являются родителями этого ребенка является биологические родители либо заказчики почему мы говорим либо заказчики потому что возможно использование генетического материала донора одного из но в любом случае должна быть генетическая связь хотя бы одного из родителей с нашим ребенком понимаете мне кажется вот ваши агентства люди приходят уже в отчаянии да когда они пробовали эко пробовали разные методы да когда годами эта проблема нарастала и они жили возможно в депрессии да и вы для них вот решение последняя инстанция посмотрите дело в том что у нас законодательство очень четко вот наши плюс наши заказать что у нас четко отрегулировано кто может быть заказчиком у нас невозможно быть заказчиками это просто не хочешь вынашивать лидии либо те которые ну как здесь говорят что боятся испортить фигуры и так далее но заказательно четко ясно присмотреть супружеская пара мужчина и женщина которые находятся зарегистрированном браке который имеет медицинские показания то есть женщина не может сама по состоянию здоровья вынашить и родить этого ребенка самостоятельно только в этом случае других никаких случаях суррогатное материнство а ну как бы либо или множественные попытки эко не ульс которые достигли безуспешные попытки эко вы впервые суррогатая мама у вас своих своих трое детей почему решились на я очень долго это в интернете вычитывала гуглила смотрела передачи в ю-тубе везде когда он-то идея идея пошла когда моя подруга пошла в эту программу и и она мне дала такую мысль почему бы не попробовать так как столько проблем ты можешь приобрести свое жилье например там закрыть долги то есть такие большие деньги ли ну прям небольшие но можно по крайней мере пойти в программу желстрой сбербанка дать какую-то часть денег и уже постепенно уже собирать уже легче будет уже можно там какую-то там 30-40 процентов закинуть и уже спокойно ходить а как вы получаете оплату это ежемесячная плата ежемесячная оплата как вот как работа вот как ты работаешь в определенное то есть как только подтверждается что вы беременной да эта дата фиксируется и ежемесячно по этой дате получается вы получаете свою зарплату не тяжело нет не тяжело но вы пришли поздно в эту программу да вам уже 34 то есть это по возрасту дальше вас уже не пропустят нет не пропустят и как-то я больше не хочу мне кажется это вот мой опыт и я вот на этом закрою свой этот опыт я помогу людям помогу себе как говорится своим детям а нет привязанности к ребенку потому что когда вот я просто помню свою беременность когда ребенок переворачивается когда он так свою ножку выпирает это такие чувства но вы не можете это не испытывать я просто много читала информации про это я знаю что это не моё генетически не моё то есть вы себя так изначально настроить изначально настроила ну так как он там у растет в моем утробига вы как говорится под моим сердцем я за него переживаю каждый скрининг я переживала я хочу чтобы он был здоровым чтобы у него судьба хорошая сложилась а такой привязанности как своему ребенку нету а какой национальности китаец супер так неожиданно да да они вас так выбрали так получается то есть биологические родители смотрят базу и выбирают сами суррогатную маму да там еще до мира шокана на параллельно тоже вот они вот вместе этого все отбирают получили то есть под вашим сердцем китайский ребенок да классно сколько вам осталось ну у меня сейчас 36 неделя осталось недели 4 вы рожаете ребенка естественные роды да у вас или кесарево сечение там уже по показаниям будут смотреть вот смотрите вот ребенок родился вы его вообще прикладывайте груди вы увидите или его сразу забирают он как рождается его сразу забирают биологической матери в договоре это все очень четко прописано после юридического оформления мы ведем только до переноса мы координируем и несем ответственность за суррогатную маму только до переноса если это пакет просто на подбор а есть пакет от а доля здесь я так понимаю мамочки которые я даю ваша с какой срок тридцать пятая тридцать пятая неделя а у вас такой у них один день 35 36 это ваш первый опыт это программа слушайте круто то есть вы так один раз набрали команду и девчонками двигает вы даже нет девочки должны понимать которые к нам приходят если понимаете организм у всех разное бывает что просто тяжело идет беременность либо не усваиваться гормоны либо девочки сами начинают некоторые ну мне кажется это исходя из нашего менталитета думать что если беременность получила они начинают не понимая что есть рамки договора и где в договоре все четко ясно прописано все выплаты обязательства права их они начинают качать да потому что я беременна выхода нет у заказчика и начинаются бесконечные изменения истерики и так как гормоны но гормоны я не верю в гормоны систем что я была беременна шесть раз и почему-то меня гормоны не беспокоили и поэтому разве в рамках договора можно что-то менять мы не меняем мы являемся гарантами мы ведем если мы берем на сопровождение у нас так что мы абсолютно не меняем после конечно на девочку мы можем подействовать только штрафом и так далее мы максимально договоре я как юрист максимально в договоре даже с учетом того что я уже работаю более 11 лет у меня нет идеального договора понимать я каждый раз в договор видоизменяя изменяет только из-за того что с обеих сторон возникают какие-либо проблемы бывает мы сталкиваемся например мы в этот раз первый раз столкнулись с тем что уже в беременности уже на сроке 14 дней обнаружил что ребенок болеет заболевание которое невозможно излечить хотя это эмбрионы тестированы заказчики пришли к нам за третьим ребенком эти эмбрионы были получены 8 лет тому назад и уже родилась девочка есть 7 лет мальчик два с половиной года и вот последний эмбрион с этой же с одной пункции и в оконцовке на 14 недели узнаем что ребенок как бы имеет заболевание которое невозможно лично и нам пришлось прервать беременность мама получила все свои выплаты конечно чтобы прервать беременность на законодательном уровне до чтобы это было законно нужно было пройти очень много болезненных манипуляций суррогатная матерь для того чтобы мы получили закон на основании и поэтому мы так как с этим ранее не сталкивались и девочки проходили такие страшные ну там проколы живота и так далее это я всегда за девочек потому что суррогатная материнство это очень тяжелая программа как многие говорят что легкий способ заработать нет я принципиально не заключая договора на услуги суррогатной матери меньше пяти миллиона потому что я считаю что лучше взять кредит и кинуть банк грубо говоря чем вынашивать кому-то ребенка мучиться так как это искусственная беременность яичники отдых ну как бы не работают не участвуют процессе а ее организм принимает этого ребенка ну как бы хочет толкнуть максимально да и в течение этой беременности бывают разного рода проблемы которые не зависят от девочки понимаете и для того чтобы эту беременность сохранить и продолжить им приходится пить кучу препаратов гормональных это нелегкий труд и тех которые обзывают девочками там разными выражениями да хейтят их я вот я готова рвать и метать честно потому что я не была суррогатной маму я как бы вынашивала и двойню и 1 это мы все для себя бесплатно но да но к тому что я вот последних двух родила уже когда я но активно было в бизнесе а коса обидно ты доходишь и как бы я от мужа давай требуем мужик я понял понял почему ты занимаешь суррогатными потому что ты в принципе суррогатная мать мы все в корне суррогатные мамы ну я первого сына когда рожала я говорю купи мне радиотелефон ну как бы тогда на тот момент же не было сотовых телефон с трубкой когда можно бы по квартире купи рожать надо детей когда только их просят и дети должны быть желанные они как большинстве своему у нас по залету и так далее суррогатное материнство у нас изначально должны понимать что это не прихоть женщины которая захотела не рожать там или как у нас говорят ну за рубежом например есть понятие как социальная дисплея в том числе же есть такие женщины которые почему даже я знаю женщин которые не рожали потому что ну считают что я свое отражала вот теперь пусть если за это может вы ошибаетесь у нас на законодательном уровне четко прописаны условия согласно которым заказчик может прибегнуть к помощи суррогатной матери только тогда когда самостоятельно по причинам отсутствия возможности самой вынашивать только в этих случаях возможно поэтому не мы не берем клиентов с улицы мы берем только после того как медицинская организация подтверждает что есть медицинские показания на суррогатное материнство мы я даже первичную консультацию не провожу пока клиника не подтвердит понимаете им я знаю что у вас трое детей своих и вы впервые на программе да откуда узнали что вообще есть такое суррогатное материнство через знакомых девочек узнал то есть они уже были в этой программе да были они рассказали потом я пришла на эту программу а почему почему решили что вы можете меня просто долгов из-за этого долги закрыть 8 миллионов то есть вы пришли на суррогатное материнство только из-за долгов из-за долгов вот вы смело вот в отличие от других мамочек вы смело в кадре то есть ваши родные ваша семья все знают о том что вы суррогатная мама родственники не знает никто не знает только моя мама знает все мне помогает остальные родственники зачем они если они мне не помогают что даже 5000 не дают в долг они не помогают и не хочу я вообще у них спрашивать я сама хочу все довести все долги закрыть самостоятельно откуда вас образовались все долги из-за мужа и за подруги из-за них я в долг в кредит подруга кинула да я ей в кредит взяла она меня кинула потом в корее уехала у меня долги больше получилось процентов до в кредит залезла то есть получается подруга на ваше имя взяла кредит до сколько лет вашим детям самые старшие 9 а младшим мат 666 самая младшая годика 7 годика 76 идеи да то есть вы их сами кормите сама кормлю сама смотрю все то есть вы рожаете сейчас ребенка для супружеской пары у которых нет детей для того чтобы кормить своих детей до зарабатываю так лучше у кого-то спрашивать деньги лучше я самую зарабатывать и своих детей обеспечивать а как вас контролирует вот например если бы я взяла бы такую услугу да если бы я взялась ругать на маму не было бы ну очень наверное важно знать чем питается какую воду пьет пьет ли там я не знаю витамины вот как это все контролируется я питаюсь нормально фрукты и больше фрукты наверное и бешпармак и рыбу как например то есть у вас есть заработная плата а есть отдельная сумма которая там на питание на питание есть она ведь тоже есть а то есть отдельная сумма тоже оплачивая и я таблетки получаю витамины получаю не на свои заплату не на зарплата отдельно западать не что он для того чтобы ребенок родился здоровым и здоровый бы они все сами платят я свою запасу сама ежемесячно по зарабатываю и беру мне предоставили жилье однокомнатное там все есть прям я сама кондиционер есть все владели полный холодильник полный ваши дети рядом я вообще не утверждаюсь вообще ничего не делаю по дому по всем у меня чистота и все мне в жилье в чистом виде заехала туда и наверное скоро выеду как только ребенок родится программа заканчивается вы получаете сумму которую вам обещали да и потом едете шумкент обратно до шумкент все долги закрыть потом обратно приеду а ложится сегодня послушала девчонок которые являются сур мамами да и я так поняла что они все все-таки приходят и из-за финансовых проблем но мы точно знаем что это оплачивается дорого я считаю что нет честно для мира это не дорого для мира это очень дешево с учетом как проходят программы насколько они оплачиваются в других странах даже донорство у цитов сколько оплачивается это в других странах и сколько это оплачивается у нас очень много сургатная мама получать казахстане казахстане от 5 миллионов это это на сегодняшний день вот где-то грубо говоря год назад это было около трех миллионов понимаете девочки которые у меня сейчас вот например девочка идет народу не всего лишь там 4 миллиона я нам ежемесячно 150 получала только из-за того что соседних наших странах украина ну там сейчас война где было очень сильно развитые выставлено в бизнес это не у на у нас суррогатное материнство больше такой внутренний да мы работаем 90 процентов наших клиентов это наши казахи украина поставила это на то есть это прямо украина россия грузия это чистый бизнес у них на примесе клиников при каждой клинике есть агентство и менеджеры которые работают с каждой отдельной страной и у них например когда в мире это суррогатная материнца очень дорого бизнес и это очень дорого в америке на сколько стоит в америке суррогатное материнство к нам приезжали наши граждане до которые переехали в америку стали гражданами америки и они приехали к нам мы им делали документы и перевозили суррогатных мам в америку они проживали с ними и привезли сюда и они сказали что это нам все равно в три раза дешевле чем мы взяли бы суррмаму там потому что для того чтобы у нас были заказчики из израиля и с америки из великобритании ну и очень много стран то есть к нам едут бездетные пары для это наши казахи который просто как бы переехали в эту страну либо один из супругов казак ну казах в основном в такие клиенты и они приезжают всегда говорят что у нас стране мало того что и девочки очень ответственно к этому относятся и четко понимают не качают как например в россии да это у них у сурмамы есть до шанс отказаться от передачи ребенка это время четырех дней после родов поэтому на вот этом праве бывает что девочки манипулируют и ну как бы пытаются из доработать больше для условия договора а кто остановил вот этот прайс что суррогатная мама в казахстане должна получать там не более 5 миллионов тиге не менее не менее да я нет но в этом году мы почему не 7 не 10 миллионов но потому что мы начали исходить из средней возможности выплат да я даже начну так мы с 2013 года по 2021 год я подбор суррогатным ам делал за сто шесть четыре тысячи деньги и в эту сумму входило обследование и все еще все на свете потом когда мы просто поняли что какая бы низкая цена не было и наш труд почему-то все равно хотят да и девочки получали на тот момент два с половиной миллиона три миллиона там ежемесячно были первично там 50 150 воду начала пандемии да и мы поняли что независимо то сколько бы конечно мы хотим максимально людям помочь и так далее но и девочки это их труд должен оцениваться я с ними 24 на 7 с теми девочками которые идут программу с кем-то на телефоне из каком наша команда с ними всегда 24 на 7 на телефоне и я считаю почему кто-то в угоду благо другого человека должен ущемлять себя и своего ребенка потому что если заказчики идут ради своих будущих детей то суррогатные мамы идут ради своих имеющихся детей и девочки идут к сожалению это только из-за того что они в долгах потому что близкие родственники не помогают они их осуждают особенно южный регион если девочка в разводе мы с этим очень сильно столкнулись когда мамы не жалеют своих дочерей они их отправляют как хочешь так и заработай понимать они и я думаю что суррогатное материнство это выход один из выходов да когда люди которые приходят к вам за услугами суррогатной мамы у них есть эти деньги на сегодняшний день из например 10 мы грубо да из 10 может быть один тот который не напрягаясь своему бюджет может оплатить а есть люди которые могут брать кредиты до большинстве своем большинстве конечно большинстве своем 5 миллионов она как-то вот сама до органические вот форме просто понимаете я сама проходила множество родов как вы знаете раз и когда ты проходишь вот это все и когда ты с девочками 24 7 и как их не как это проходит беременность тяжело вот это все-все понимаешь просто мы вывели среднюю сумму я всегда у нас вы должны понимать что суррогатное материнство есть и бесплатное когда мы просто юридически оформляем для приходит там обращать супружеские пары где мы за чисто юридически и да да там наказаны такие услуги когда они сами нашли суррогатную маму обследовали все сделали могут сами договориться даже с ней да абсолютно обо всем просто оформляете вот этот договор у нас правда или что вы вот как раз один из авторов вот это договора завтра который вот существует сейчас и работает он находится в базе вниз по которому работают все нотариусы по казахстану но вы понимаете мы я сама вызвалась обратилась нотариальную палату и попросила включить меня в рабочую группу при разработке договора суррогатного материнства потому что мы с этим работаем ранее который договор был шаблоном был больше направлен на российское законодательство и очень много было кабальных условий в отношении суррогатным вам который принципе договор я как юрист могла одним судебным процессом признать действительно понимаете но мы решили обратиться на сегодняшний день я опять повторно обратилась потому что у нас произошло с двадцатого года в этом году прошло очень много разного рода изменений нотариусы не все нотариусы работают чисто по шаблону и никто не заморачиваться у нас например заключить договор суррогатного материнства занимает от двух до четырех часов времени у нас нотариус приезжает чисто для того чтобы заверить у нас объем для меня очень важно правильное понимание программы потому что чем когда на берегу если это все максимально оговорено и меньше проблем просто ранее когда бы существовал быта банк было сбыта страхование и мы страховали риски как бы девочек их здоровье и так далее на сегодняшний день этого нет поэтому приходится максимально все это прописывать договорами айнура вы 5 раз сейчас готовитесь на программу раз к тур можно сказать что вы профессионально суррогатом можно так сказать а когда вы первый раз пришли на программу первый раз я пришла в 2000 шестнадцатом году а как вы узнали что есть такая программа я просто все прочитала в интернете и решили стать суррогатой мама решила стать суррогатой потому что я разводилась у меня были проблемы и у меня были долги и я решила прийти и нашла дэми шухан пришла к ней вообще изначально думать дэми шухана это доктор и к ней долго говорю вы доктором это она говорит нет мы с ней поговорили и она сказала что проведет обследование все и возьмет меня мы все провели она меня взяла вам сколько лет тогда было тогда мне было мне тут наверно я уже где-то это 8 лет тому назад мне было 26 у вас есть свои дети у меня есть свой ребенок 10 лет когда вы впервые пошли на программу когда появился ребенок мальчика девочка мальчик мальчик какие у вас чувства были тем более вы же уже проходили естественные роды до естественную беременность в плане материнства вы имеете нет в плане материнства я знала что это не мой ребенок что это моя работа не было никакой привязанного никакой привязанности и второй раз и три второй раз и третий раз это моя работа и я знаю что это не мой ребенок и я к этому очень спокойно отношусь. А какой вы перерыв берете вот между беременностями? Наверное, года полтора, вот может два. Слушайте, это же тяжелая работа. Да, это тяжелая. Я как вспомню свою беременность, так думаю, хочу ли я третьего ребенка. Это же на самом деле непросто, да, физически. Я все свои беременности сама родила и проходила как-то с легкостью. Рада за людей, которые могут таким способом иметь детей. Я за них очень рада. Но с ними я тоже не общаюсь. И никто из моих знакомых, друзей или даже подруг никто не знает. У вас нет комплексов по поводу того, что у вас такая профессия? Нет, у меня нет комплексов. Эта профессия мне подарила. Я себе купила квартиру за счет этой профессии, закрыла долги. Ну, помимо суррогатного материнства, вы чем-то параллельно занимаетесь? Да, до этого я еще работала. Можно же еще декретное получить? Нет, я вот это все не афиширую. То есть это все в тайне? Да, это все в тайне. А вот с супружеской парой, которая ждет ребенка, которого вы вынашиваете, вы с ними в контакте в течение 9 месяцев? Нет, я с ними не общаюсь. Я с ними как до программы не общалась и после программы не общаюсь. Было ли у вас такое, что какой-то пункт договора вам не нравился или вы считали, что его нужно изменить? Нет, такого не было. То есть вас все устраивает? Нет, все устраивает. А сколько раз суррогатная мама может прийти на программу? Максимальное количество? Все зависит, конечно, от ее здоровья. У нас законодательно это никак не отрегулировано. То есть она может и 10 раз прийти? У нашей бабушки же тоже. Ну, в моей практике максимальная программа, вот мы берем девочку сейчас на пятый раз, это вот максимальная девочка. До 34 лет, да? До 35, но получается на момент рождения ребенка... А кто установил? Это прямо в законе прописано, что до 35 лет? До 35 лет, да. И вот у суррогатной мамы должны быть свои дети? Обязательно. То есть это тоже в законе прописано? Это в законе прям четко и ясно прописано. Обязательно здоровый, на момент рождения ребенок должен быть абсолютно здоровый, хотя генетически ребенок, которого наша суррогатная мама... То есть девушка, которая ни разу не рожала, она не может стать суррогатной мамой? Смотрите, законодатель у нас прописано с 20 до 35 лет, но я, мои внутренние... В смысле, наш балаша, так скажем, требование балаша, мы не берем моложе 25 лет, потому что, исходя из практики, девочки не готовы. Мне просто... Моей дочери 21 год, я не понимаю, как девочка в 21 год... Я считаю, что, ну, может, найдутся другие выходы, может, получится по-другому... Заработать. Да, найти выход из ситуации, не обязательно... Потому что бывает, понимаете, заказчики годами готовятся к программе суррогатной мамой, а девочки — это одномоментно. Они где-то увидели, услышали, что где-то можно заработать. Поэтому мы в программу суррогатного материнства сразу не берем. Мы... У нас подготовительный период суррогатной мамы от полтора до двух месяцев. Мы максимально тягиваем, а с ней работает менеджер, психолог и так далее, чтобы это был обдуманный шаг. У нас многие уверены, что мать — это та, которая родила. Но многие не учитывают момент новых технологий, да? Да. То, что делают ученые, и то, что сегодня можно взять клетки мужа, жены, создать эмбрион и заморозить его. И он может там быть лет 10, да? И только через много лет сейчас можно заморозить свои яйцеклетки, заморозить сперматозоиды, да? То есть, но у нас все равно в нашей ментальности, если ты родила, это твой ребенок. И я думаю, что многие, кто суррогатной мамы, они, наверное, под каким-то хейтом все-таки живут какое-то время. Постоянно. Просто, понимаете, мы с этим хейтом сталкиваемся постоянно. Но я вам скажу так. У нас часто бывают супружеские пары, у которых погиб, например, единственный ребенок. Вот у нас недавно год, наверное, или полтора, прошла семейная пара, она врач. И она говорит, мне поставили бесплодие, когда моему ребенку было 6 лет, 6 или 8 лет, да? И муж был категорически против эко. Он говорил, что дети, рожденные эко, там, 5-е, 10-е, ну, они западные люди. И она говорит, когда у меня была возможность родить генетически своего ребенка, без мамы, на этот момент, за счет того, что информация была искаженная, у меня муж категорически был против. И на 18 лет их сын разбился, единственный. И они к нам пришли, ну, это вообще, я раньше не могла, я с каждым заказчиком плакала, это вот, с каждым заказчиком, это было невозможно. Это вот с годами, конечно, уже до такой степени, наверное, у нас этот, с кожей образовывается панцирь, который не пропускает, потому что невозможно сострадать. Ну, потому что, как бы, у нас здоровья не хватит дальше проводить эти программы. То есть у каждого есть своя история, да? Это всегда трагедия, это всегда трагедия со стороны заказчиков. К нам не приходят, ну, не было еще пока те, которые пришли и просто не захотели. Это всегда какая-то история, трагедия многолетняя и так далее. Вот они пришли, и им пришлось взять донора, взять дополнительно суррогатную маму, и у нее была огромная миома, но она все равно настояла на том, чтобы ей, ну, она получила справки и так далее, что ей можно участвовать и самой в программе. Они сделали перенос и суррогатной маме себе, и при рождении ребенок умер, которого рождалась суррогатная мама. Там по ошибке врачей. И мы еле как вывезли ее в Астану на консилиум с множественными врачами, или как родили этого ребенка, которого она смогла родить сама. И вот она так плакала, что она говорит, если бы на тот момент я понимала, если бы я знала, и муж бы, грубо говоря, не препятствовал этому всему, мы могли бы рожать ими детей к помощи ЭКО. Просто вот многие теряют время. К нам тоже некоторые приходят, супружеские пары, говорят, ну вот мы пытались 10-15 лет, я вообще не понимаю этих людей, когда, как можно, да, есть технологии, на них говорят, в мечети нам сказали, что это харам. Вот знаете, я каждому служителю ислама, который понимает и так далее, я вообще всегда считаю, что может выводить какие-либо категорические выводы, это должен только тот, кто полностью четко, ясно понимает и знает. Вот, например, если у меня спросить, я скажу, вот такая-то, такая-то статья, в таком-то законе оно разрешено, да? Я поэтому тоже прошу дать мне четкий ответ, где и в каких хадисах запрещено. И никто абсолютно не может сказать, просто говорят, потому что у нас культ мужчины в Казахстане, у нас мальчики на главном уровне, мужчины, а проблема суррогатом отецы — это проблема женщины. Поэтому я рассказывала вам, что у нас была семейная пара, которые были глубоко в исламе. И вот мужчина пришел, мне плакал, говорил о том, что у нас на большом сроке жене, ну у них произошла отслойка пациенты, жене удалили матку вместе с ребенком, ребенок умер, матку удалили. Я, говорит, пошел к своему наставнику, учителю, уставу, и он мне сказал, возьми токал, а если эта жена тебя любит, она воспитает ребенка, который родит токал. И он говорит, я не хочу ребенка от другой женщины, я хочу ребенка от своей жены, которую я люблю, у которой есть свои клетки, генетический материал, который мы можем использовать и родить своего ребенка. Потом, но он категорически не хотел, чтобы это было без разрешения ислама. И мы посоветовались. Он получил разрешение. Муфтеатр, да? Муфтеатр, где ему сказали, что да, суррогатная мама должна быть тоже покрыта, тоже в исламе, и она должна быть в браке, где ее муж разрешит. Мы нашли такую суррогатную маму, она им выносила, родила сына. И я не знаю, они на каждый день рождения этого мальчика мне пишут, на каждый день рождения. И таких заказчиков очень много. Мне это дает духу работать как бы... Мотивировать, да? Да, 24 на 7, когда мне очень много. Мы не ведем статистику, конечно, сколько детей родилось в это время. А вот люди, которые смотрят наши интервью, наверняка больше жалеют суррогатных мам. Ну, суррогатная мама – это их решение. И мы берем только тех... Вы же видели, с ними разговаривали. Это абсолютно готовые профессионалы. Мы не берем тех, кто не готов. Они выполняют четко свою работу. Они четко понимают свои обязанности. И у нас те, кто был суррогатом, практически все, там, 90% возвращаются и идут повторно в программу, если их здоровье им это позволяет. Поэтому мы, конечно, создаем им все условия. Предоставляем... Ну, если это на сопровождение программ, предоставляем проживание. Они получают ежемесячные выплаты. Согласно законодательству, они имеют права выйти в декрет, если они работают. У нас есть... Почему-то думают, что суррогатной мамой идут женщины, занимающиеся легкого поведения, занимающиеся другими нехорошими вещами. Но это в большинстве своем наоборот. Учителя, медсестры, у нас даже есть врачи. Мне, конечно, когда я заключала такой суррогат, мне было обидно за эту девочку, за то, что она столько лет проработала, проучилась и так далее. Ее жизнь заставила идти на суррогатное материнство. Но они идут осознанно и понимая, с ними работает цикл, и они четко и ясно понимают свою функцию. У вас же есть также программа донорства яйцеклеток, да? Да. Мы набираем базу, и у нас имеется на сегодняшний день база доноров ооцитов. Это когда женщина приходит к нам, проходит полное обследование. Если у нее имеется большой фолликулярный запас, согласно которому она может быть безопасна для своего репродуктивного здоровья, может быть донором ооцитов, она проходит процедуру стимуляции. Вернее, сначала проходит полное обследование, потом процедуру стимуляции суперевуляции, потому что у самой женщины, естественно, без гормонов может вырасти только одна яйцеклетка. Для этого она проходит стимуляцию с начала цикла, где-то 14-15 дней, и получает вознаграждение от первой программы, от 250 тысяч и выше. В последующем у нас на законодательном уровне ранее, до 2020 года, было разрешено более 20 программ доноро-яйцеклеток. И было обязательно требовано, девушка должна была быть рожавшая. Но в 2020 году, в декабре, внесли изменения в приказ, в министерский приказ у нее с изменения о том, что, в принципе, потому что есть зарубежный опыт, что, например, в Америке берут вообще 20-летних, 18-летних девушек, но сокращается периодичность участия в программе, чтобы это было максимально безопасно, потому что в мире еще не такой большой опыт, там рак, грубо говоря, но еще полностью не изучили, поэтому последствия еще полностью не изучены. Но есть очень жесткий отбор, объем обследования, который предъявляется к донорам ауцетов, и ограничили количество, что донор может быть не более 8 раз. Перерыв между программами, это безопасно, когда ты не злоупотребляешься. Это точно так, как алкоголь. Если ты выпил 100 грамм, это абсолютно безопасно. Если ты литром пьешь, ты алкоголик. Точно так же. Если ты ведешь программу один раз, через 3-6 месяцев, то это безопасно. А как, допустим, девушка приходит к вам, да? Ну вот у нас, давайте я вас познакомлю. Это Аверке, моя помощник, работает со мной уже 10 лет. Она пошла, конечно, со мной в огонь и воду. У меня такой, как бы, сложный характер. Вы отбираете девчонок, да? Будущих мамочек. Они к вам приходят. Кто-то хочет сдать свои яйцеклетки, да? Кто-то хочет быть суррогатной мамой. То есть, как вы проводите вот этот кастинг, да, скажем так? Ну, смотрите, сначала она заполняет анкету. Если она... Это на сайте происходит? Нет, нет. Вот нужно прийти оффлайн, да, сюда к вам? Нет, ну, изначально, конечно, они отписываются. У нас все проходят через яйки. Потому что у нас есть другие менеджеры, но так как имеется, ну, небольшой опыт работы в этой сфере, у нас очень много нюансов. И плюс мы работаем, это такой специфический вид работы. Поэтому я доверяю только яйке на сегодняшний день. То есть, вы отбираете. Она изначально отбирает, потом проводим сначала медицинское обследование, потом психолога. И после этого только она вступает в программу. Но на суррогатную материнство мы очень редких случаев берем сразу. Мы вначале, потому что это долгосрочная программа. Это 9 месяцев, особенно на сопровождении, это вся ответственность на нас. Поэтому изначально мы стараемся девочку провести сначала в программе донорства. Либо она проходит такой длительный этап проверки для того, чтобы мы понимали, сможет ли она на психологическом уровне, на, ну, чисто человеческий фактор, то, что бывает разного рода люди. Давайте спросим у Ирики, как вы проводите этот отбор? Для начала это, конечно же, все посредством WhatsApp, Instagram, TikTok, то есть все социальные сети. То есть вам пишут, я хочу быть суррогатной мамой. Да, круглосуточно. Конечно. Затем я скидываю, в первую очередь, анкету, чтобы уже по анкетным данным понять, подходит девочка нам или нет. То есть тот же самый возраст, так как есть возрастные ограничения. Затем я очень подробно объясняю всю суть программы, как проходит. Каждой? Каждой, индивидуально. То есть если девочка разговаривает, пишет мне на казахском, я отвечаю на казахском. Если на русском, на русском. То есть затем, как только я даю всю информацию, конечно же, каждая девочка начинает писать рассказы о своих, о своей жизни, о своих проблемах. То есть я всех, пока меня хватает, я всех выслушиваю. То есть это девочка. Одна общая проблема, которая всех объединяет, я думаю, что это все-таки финансовая. Финансовая. То есть женщины готовы идти на суррогатное материнство в основном, Демир, я думаю, что все-таки из-за финансовой трудности. Да, к нам иногда обращаются заказчики и говорят, что подберите нам суррогатную маму, которая по доброте душевной просто хочет родить. Вы знаете, мне кажется, это глупо. Нет, ну, конечно, в принципе, я могу научить любую девочку, чтобы она пришла, чтобы она сказала, нет, я хочу помочь и так далее. Я считаю более честно. Когда человек идет, я за то, чтобы суррогатное материнство правильно понимали. Это работа, это не легкая работа. Вот есть такие биологические родители, заказчики, как вы говорите, которые говорят, «Так, я хочу через ваше агентство, чтобы вы мне нашли суррогатную маму, но я вот хочу 9 месяцев контролировать ее питание». У нас есть заказчики, которые с утра до вечера идут и вместе с ней, и кушают, и готовят кушать, и вот этот соленье, и варенье, и все-все, и начинает. Конечно, это же ребенок, их долгожданный. Ну, конечно, но ради этого... Да, и поэтому они как клушки. То есть можно сказать, что для суррогатных мам созданы все условия? Ну, в большинстве своем. Если у человека есть возможность, они максимально создают... Даже если нет финансовой возможности, они физически там возят, привозят, все, что у них сами есть, отвозят этим мамочкам и так далее. Но есть, конечно, неадекватные заказчики, которые считают, что если они какую-то там сумму оплачивают, то они, чуть ли не врав, эту девочку взяли, начинают гнобить, психологически добивать, требовать, чтобы человек... Но есть ведь еще и анонимное суррогатное материнство, когда вообще никто не видит друг друга. Да. То есть такое тоже. Большинство пакетов на сопровождении. Вот вы все-таки как эксперт, который один след этим занимается, вот как лучше? Я так думаю, и девочкам легче, и заказчикам легче, когда это все происходит анонимно. Потому что... И вообще мозг женщины, знаете, для женщины это же все равно травма, для заказчицы. И ей... Так удивительно, что мне всегда казалось, что это травма больше для суррогатной мамы. Нет. Это для суррогатной мамы, наоборот. Вы же с ними... У них то, что даришь счастье, это, знаете, когда ты видишь... Вообще, согласно... У нас, согласно правилам, ребенка суррогатная мама не должна видеть ребенка. Но я все равно показываю. Чтобы... Это переломный момент. Чтобы девочка видела, что это не ее ребенок. И знаете, еще переломный момент, когда переносит сначала в матку, показывает, что она пустая. И когда переносит им ребенок, его сразу, ну, точечку видно. И это... И когда ты понимаешь, что он сразу чей-то и так далее, и понимаешь, что его ждут... Ну, ты в любом случае любишь, но как племянника, или как ты вот... Ты понимаешь, что ты помог. Как родного человека. Да, как родного человека, который помог и так далее. Я все равно девочкам рассказываю. Хотя, ну, без названия, если рассказываю, вот этот ребеночек вот так, вот так, там у него там... Ну, если мне приходит информация, если заказчик мне об этом рассказывает, я точно так же это рассказываю девочкам. Ну, как вы думаете, Дамир, вот в будущем ребенок должен знать, что у него... Что его рожала суррогатная мама? Я считаю, что не должно скрываться. Не должно скрываться? Нет. Я же говорю, у нас есть вот животы для имитации беременности. Когда иностранцы приходят и видят эти животы, им смешно, они всегда говорят... Но они просто не знают нашу ментальность. Да, но я считаю, что на психологическом уровне и ребенку, и, ну, не знаю, мне, например, самой сложно врать и жить во вранье столь годами. Мне кажется, это будет только нагнетать, разрушать. Я считаю, что ничего нет, особенно в том, что ребенок родился путем суррогатного материнства. Это обыкновенная медицина. Это вот он сейчас кажется как будто легкий. Вот вы если его приложите, вы чувствуете, видите, это вот последнее триместр беременности. То есть она вот ходит и держит. И имитировать 24 на 7. У нас, знаете, была девушка, которая, она говорит, я уже чувствую себя как панда кунг-фу, потому что она жила с янишкой и имитировала. И она одевала вот с телеконовым днем, а поролон... Я говорю, зачем вам поролон? Она говорит, мне ночью для того, чтобы хотя бы в туалет вставать. И она говорит, и у него, вот видите, здесь этот, и он со шумом, да, отлепляется. И она говорит, я до такой степени уже научилась бесшумно в квартире отлеплять живот для того, чтобы я не знала, понимаете? У нас были даже такие семейные пары молодые, да, например, когда парень изначально знал, что девушка не может вынашивать. И сказал, что вот как бы мы пойдем на суррогатный материнский и так далее, но чтобы ни один мой родственник, включая моих родителей, не знали о том, что у тебя есть такая проблема. Поэтому я всегда горячо, страстно борюсь за то, чтобы люди понимали, что у нас женщина тоже имеет право. Когда те рассуждают о том, что почему они пойдут в детдом, детдом это не их ребенок, это ребенок генетически, чей-то там непонятно, чей, ну в большинстве своем неблагополучная женщина, которая оставила, и не факт, что этот ребенок будет в последующем, ну с ними вместе... Ну, в общем, когда хочется именно своего ребенка, да, чтобы он был своими, своей ДНК. Я как мама понимаю, что когда есть хоть один шанс на миллион иметь своего ребенка генетически, ну я не знаю, хотя у меня есть и финансовая возможность, и по времени, да, возможность усыновить ребенка, ну, душевных сил во мне их нет. То есть бездетные семьи, которые много лет ждут ребенка, да, которые пробовали ЭКО, не получается, да, и которые, может быть, морально уже готовы, да, к суррогатному материнству, вот они просто должны прийти к вам? Нет, через клинику. Они сначала должны прийти в клинику, пройти медицинское обследование и должны сначала получить одобрение о том, что им нужна суррогатная мать, плюс получить эмбрионы, потому что часто бывает, люди приходят к нам, у них есть одобрение, но нет эмбрионов, и они могут эти эмбрионы получать годами. Тот эмбрион, который может подходить к переносу. То есть они должны прийти готовые, да? Готовые. А у вас всегда база есть? Всегда. Мы предоставим две кандидатуры, это не говорит, что они обязаны, как бы, с одними сработать. И у нас максимальный срок в течение месяца, мы, ну, как бы, если эти две кандидатуры не понравились, то еще две другие, максимум в три захода, если они нравятся, значит, просто не готовы. Мы просто делаем возврат денег, все, и дальше не работаем. Биологические родители, у которых получилось, да, через суррогатную маму родить одного ребенка, они могут снова эту же суррогатную маму попросить, чтобы снова родить еще одного ребенка. Ну, бывает, что люди ждут, договариваются. Ну, то есть вы так и договаривались с одним и тем же человеком, можно так договариваться, да? Да, бывает, да, но в большинстве своем они хотят, почему-то они там верят в разные приметы. Ну, и мне кажется, что уже как-то, если один раз получилось, наверное, и получится еще раз, да? Да, ну, у нас самое многое, четыре раза у нас четверо детей, вот они приходили. У одной же той же суррогатной мамы, да? Нет. А, у разных? Одни и те же заказчики, с разными рожали детей, четыре программы, из них одна двойня. Вот они, пять детей. Интересный у вас бизнес, Дамира? Да, ну, такой специфический. Ну, знаете, я каждый год, ну, когда особенно происходят неудачи, я за счет того, что это, ну, как мое детище, я воспринимаю все остро, лично. И когда происходят какие-то неудачи, у нас вот первый раз за весь период в прошлом году у суррогатной мамы и умер ребенок, и удалили матку. И для меня это был удар. Я месяца три вообще не работала, я полностью прекратила все договоры, это как мы могли этот момент упустить, на доношенном сроке, ребенку, девочка 4,300. Ну, так произошло, разорвала матку, без каких, непонятно по каким причинам, во время родов произошло такое осложнение. Вот, для меня это было, и я полностью вообще передала письма во все клиники, что все, мы не работаем. Потом врачи, когда начали, и просто наши клиенты, которые уже родили, не начали обращаться, уговаривать, вы что, мы родили, мы хотели повторно родить ребенка в таком формате, когда просто этот, потом, и вот я и каждый год такая, ну, нет, ну, вот, в этом году я уже конкретно, как бы думала, что мы это все. Конечно, конечно, все, и выплатили и так далее, но для людей это было страшно, это вообще страшно. Мы, и суррогатная мама, конечно, у нее двое детей, но для нее это было страшно, конечно, и для заказчиков мы все были в шоке. Никто ни от чего не застрахован, да? Никто, ну, просто убедите. Но вы застрахуете, да, своих мам? Нет, я же говорила, что когда было быта страхования, быта банк, страховой компания соглашались страховать беременную женщину. Сейчас не страхуют, да? А сегодняшние вообще абсолютно нет. Мы все прописываем максимально в договоре. Но, понимаете, при естественной беременности риски намного выше, потому что в большинстве своем женщины не планируют, наши казашки точно не планируют, это в большинстве своем залеты, да? Ну, или, ну, так получилось. А при суррогатном отделении мы уже полностью обследуем, поэтому у нас 11 лет не было ничего, да? Ну, вернее, 10 лет не было ничего, и вот мы с этим столкнулись. Поэтому я считаю, что это, ну, как бы... Ну, вот сейчас что вы делаете для того, чтобы больше такого не повторилось? Ну, конечно, максимально советую, ну, когда на сопровождение... Это не была программа на сопровождение, это был просто подбор, и они были в контакте со своими заказчиками и так далее. Но вот если брать сопровождение, сколько это стоит? У нас пакеты услуг начинаются от 10 тысяч долларов. Если гарантированно, то есть 70. 70? Да. 70 тысяч долларов? Да. О, мой гад. Но туда, вы учитывайте, туда входят полностью все выплаты суррогатной маме, полностью все выплаты клиникам. И в том случае, если в течение двух лет... Суррогатная мама у вас дома живет? Нет, в моих квартирах, да. В том случае, если не будет беременности и не будет... У нас 80% возврат денег, независимо от того, сколько было попыток. Поэтому это очень выгодное предложение. А вот это знакомство, если просто подбор, то это сколько стоит? 600 тысяч денег. 600 тысяч. То есть они просто приходят, вы подбираете маму, вы их знакомите, договор подписываете и отпускаете. Это реально все оформляем. Не просто подписываем, это мы его отрабатываем от и до. Плюс... Нет, почему отпускаете? Потом мы плюс сопровождаем полностью, берем ответственности за девочку до переноса. Эта программа подготовка длится от полтора до двух месяцев. В том случае, если суррогатная мама по каким-либо независимым от нее обстоятельствам не смогла дальше участвовать в программе, мы заменяем бесплатно. А еще плюс входит в эту сумму полное обследование суррогатной мамы. 600 тысяч деньги. Да. Поэтому в остатке это где-то грубо 50-60. Поэтому, да, я всегда говорю, вы должны понимать, что мы официальная организация, мы выплачиваем налоги, мы выплачиваем зарплаты и так далее. Поэтому, когда мы делаем... Плюс у нас выплаты по сопровождению, они идут постфактум, после того, как мы выполнили работу. И выплата начинается только с момента наступления беременности. Нет беременности – нет выплат. Прерывается беременность – нет выплат, понимаете? И у нас выплачивается уже после проделанной работы частями в течение 9 месяцев. Дамира, вам спасибо большое за информацию, за то, что объяснили вообще, что такое суррогатное материнство, да. И я думаю, что многие сейчас пересмотрели свои взгляды. Я почему-то всегда больше жалела суррогатных мам. А вот сейчас я послушала вас и поняла, что все-таки это больше трагедия бездетных пар, да. И для них это выход, а для девчонок, которые идут на эту работу, да, поработать с суррмамой, это, наверное, выход решить свои финансовые вопросы. Помочь своим детям. Помочь своим детям. Помочь своим детям, сделать хоть какое-то будущее. Ну, то есть обеспечить хотя бы какой-то недвижимостью. Ну, конечно, я не скажу, что этих денег хватит на приобретение квартиры, но на первоначальный взнос, на закрытие определенных долгов и так далее, да. Продолжение следует...